Дар благодати Дар благодати, и я всегда так воспринимаю, да, это прежде всего духовная вещь. Но деньги тоже духовные. Даже вот где ты будешь жить, это может быть дар благодати. Что ты будешь есть, это может быть дар благодати. Как ты будешь чувствовать себя в теле? У тебя будет энергия или хроническая усталость? Это тоже может быть дар благодати. Дар благодати может быть, у тебя постоянно радость будет почему-то с утра и до ночи. Или у тебя печаль будет постоянно. И вот дар благодати может быть. Бог берет просто и делает так, чтобы ты просто пережил Бога в определенном обстоятельстве своей жизни. Вы знаете, мы живем и вот так вот по роду, по семейному древу. Боже мой, что у нас, что у нас творится там, друзья? Да что там творится? Только вы сами подумайте. Наши прадеды, наши прапрадеды, они могли делать какие-то вещи по неведению. Наши бабушки, дедушки, они неплохие, но они по неведению обращались к дьяволу, обращались к колдовству, к гаданию, шептали, отшептывали, подшептывали, пришептывали. Послушайте, знаете что? Все это открыло двери бесам. Они пришли и они повлияли на наш разум, они повлияли на наши эмоции, на нашу душу. Они повлияли. Посмотрите на нас. Мы что, мы бы хотели быть другими? Все хотят быть другими. Все хотят быть другими. Мы все мечтаем, все до одного, друзья. Это у нас у всех эта мечта, она заложена Богом внутри, быть похожими на Иисуса. Понимаете? И Он делает это силой Святого Духа. Я вам скажу, вот этот праздник, послушаем. Это невероятный праздник, потому что Бог, Он свершает свою работу. Вчера, когда я молился, я увидел, как Дух Святой начал свою работу. Благодать Иисуса Христа Божьего Сына начала действовать. И люди не понимали, что это. Это когда Дух Святой, Он начинает трудиться внутри тебя. В твоем сердце начинает совершать великие чудеса. В мышлении твоем, где ты бессилен, где ты просто, знаешь, пытался тысячу раз, а потом опустил руки. И я говорю, как будто о тебе, да? И ты ничего не можешь сделать. И ты готов казнить себя. Ты готов все, что угодно делать. Но ничего ты сделать не можешь. Вот благодать Иисуса Христа, это и есть, это работа Святого Духа через кровь Иисуса Христа в твоей жизни. Благодаря жертве Христовой, Дух Святой начинает делать в твоих мыслях то, что ты не в силах в мыслях своих сделать. Он в мыслях твоих делает тебя святым. Не ты себя сам святым делаешь, а Он помогает тебе. Он тебя делает святым. Понимаешь? Не ты, ты бессилен, а Он силен. Ты немощен, а Он силен. Ты глуп, а Он мудр. Ты абсолютно незначащий, а Он значащий. Ты абсолютно обреченный, а Он дает тебе полностью надежду, ты упование, а говорит, ты в стыде не будешь никогда. Потому что работу, которую Он в тебе производит, Он говорит, я тайное сделаю явным. И я вам хочу сказать, друзья, послушайте. Знайте, Господь ваш помощник. И ничего не бойтесь. Вы святые, праведные, благословенные люди. Господь поможет вам. Он дает слово, Он дает учение. Я сегодня вечером молился. И это просто, друзья, вы даже не понимаете. Бог просто реально меня посещает. Посещает и дает мне четкие инструкции для того, чтобы я их передавал вам. Что вам делать? Во что вам верить? Наставление в вере. Сила Духа Святого будет действовать по наставлению в вере. И все начинается, друзья. Оно не начинается там в финансах, в исцелениях. Это Бог делает. Это как, знаете, для Него это самое простое. Самое главное. Он начал работу в самой глубине наших сердец. Делая нас себе подобными. Бог великий. Он верный. Он творит чудеса. Он делает то, что не под силу сделать человеку. То, что ты не можешь сделать, Он сделает. То, что ты не можешь и никогда не смог бы, Он это сделает для тебя. Потому что ты веришь Ему. Когда мы приносим жертву, друзья, я скажу за жертву. Вы знаете, многие люди сегодня, они стали на этот путь. Путь Иосифов. Потому что когда придет время, и придет время, поверьте, придет время, когда не будет у людей вообще возможности издыхать. Люди будут просто от голода. Люди, которые сегодня приносят жертву, они будут в это время процветать так, как никогда не процветали и не мечтали процветать. И Иосифу Бог сказал тогда, возьми и 20%. И он взял и откладывал 20%. Вы знаете, мы откладываем их, можно их отложить куда-то, знаете, в мешок и завтра потерять. И я вам хочу сказать, когда ты их откладываешь, знаешь куда? Ты откладываешь их в небесное хранилище. Ты приобретаешь что-то особенное. Семь лет Иосиф откладывал. Потом наступил голод по слову. Все всегда будет по слову, увидишь. И потом, когда голод пришел, Египет стал самой великой державой. Потому что они продавали этот хлеб, который они захоронили, за самые огромные деньги. И мало того, Бог спланировал спасти весь род Иосифа. Представляете? Через вот это откровение. И они пришли, 75 душ, они пришли конкретно в Египет. Они там выросли, они там стали народом, они там были 430 лет и вышли оттуда с великим богатством. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, сегодня, когда мы приносим жертву, что-то Бог с нами со всеми делает. Что-то Бог, Он запланировал для нас хорошее. Он, если Он говорит, что мы на весь мир будем проповедовать, то знаете что? Что-то должно внутри нас произойти через эти жертвы, чтобы Бог нам мог доверять. Доверять нам финансы, доверять нам вообще-то большие какие-то вещи. И доверяя нам радоваться. Когда однажды была история в Библии. И собрались возле Бога, собрались, говорится, с Сыной Божьей. И пришел Сатана. И Сатана говорит Богу. Вот я пришел, я хожу по земле. Знаете, там диалоги описываются. Все же не описывается. Вот представьте себе, что эти диалоги там идут, идут. А потом Бог берет и говорит Сатане. А ты видел раба моего Иова? Этот человек, у него есть все. У него вообще есть благословение. У него есть и то, и другое, и пятое. И он меня благословляет. И Сатана говорит, а давай посмотрим на него. Благословит ли он тебя? Будет ли он тебе служить? Будет ли он верным? Будет ли он преданным? Будет ли он посвященным? Будет ли он жертвенным, смиренным? И так далее, да? Если у него забрать одно, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. И знаешь что? И Бог говорит, хорошо, давай. И Иов, друзья, он остался Богу верный на протяжении всего испытания. И самое удивительное было то, что мы читаем, что впоследствии Бог Иова благословил настолько сильно и настолько больше и настолько мощнее, что Иов во время испытания и мечтать не мог о том, что у него такое будет. И вот у вас в жизни сегодня, друзья, Бог нас готовит к чему-то. Дьявол, он пытается нас, знаете, вот просто осквернить, сказать, что мы неверные, сказать, что мы плохие, сказать, что... и толкать нас на то, чтобы мы были непослушные, жадные, гордые, чтобы мы непосвященные были и так далее. Но знаете что? У него ничего не выйдет, потому что сегодня Бог сам строит эту команду. Бог сам строит эту миссию. И все мы увидим, как Иосиф увидел, как Иов увидел, как увидели все мужа Божия. Величие Божие. И вот эти жертвы, когда мы их приносим, да не бывает такого, что ты принес жертву, ты сделал это из своего духа, из своего сердца. А Бог это не увидел. Как это? Да не бывает такого, друзья. Я вам говорю, я свидетель. Вот я молился, и я пережил что-то невероятное. Мне Бог напомнил некоторые вещи, которые для меня, они были просто, как бы вам сказать, нереальными, недоступными, невозможными вообще там и так далее. А говорю, и Бог взял просто и сейчас это сделал для нас. просто как дар, дар благодати. Знаете, мы вот понимаем, дар благодати, и вот я вам что-то сейчас скажу, конечно, может это немножко зазвенит в ушах у вас. Дар благодати, и я всегда так воспринимаю, это прежде всего духовная вещь. Но деньги тоже духовные. Даже вот где ты будешь жить, это может быть дар благодати. Что ты будешь есть, это может быть дар благодати. Как ты будешь чувствовать себя в теле, у тебя будет энергия или хроническая усталость. Это тоже может быть дар благодати. Дар благодати может быть, у тебя постоянная радость будет, почему-то с утра и до ночи, или у тебя печаль будет поставить. И вот дар благодати нужен будет. Понимаете? Вот я сегодня ехал, я говорю, это реально, вот Бог берет просто и делает так, так, чтобы ты просто пережил Бога в определенном обстоятельстве своей жизни. Пережил Бога. Пережить Бога можно, находясь в определенном доме. Пережить Бога можно, имея определенные деньги. Пережить Бога можно, имея здоровье. Кто-то имеет здоровье, Бога не переживайте. Дьявола даже переживают, понимаешь? А вот нужно Бога пережить. Знаете, здоровье от Бога. Вот пережить Бога можно, даже в испытании. Пройти его, и увидеть и сказать, я Бога пережил здесь. Он меня держал за правую руку. Как сказал в слове, так и сделал. Редактор субтитров А.Семкин